Всем привет! Сегодня тактика от игрока, который любит укоротить мяч, вызвать вас к сетке, а потом перекинуть. Встречали таких любителей? Неприятно, да? Поехали! Первое. Играй поближе к задней линии. Не уходи слишком далеко назад, иначе можешь нарваться на идеальный укороченный и не сможешь просто его достать. Будь ближе, играй больше по восходящим и не надо отходить к стенке, пожалуйста, задней. Второе. Укорачивай в ответ на укороченный. Если он тебя вызвал таким образом к сетке, укороти ему в ответ, так ему будет немного сложнее кинуть через тебя свечу. Во-первых, может быть ты и забьешь даже, а во-вторых, если он все-таки достанет, с ближней дистанции перекинуть немного сложнее. Третий совет. Смотри на ракетку соперника. Не то чтобы весь фокус внимания должен туда уходить, но ты должен подмечать язык его тела. Прямо перед укороченным чаще всего соперник начинает открывать головку ракетки, тем самым показывая, что сейчас будет какой-то толчок до укороченной. И если ты научишься читать эти моменты, то ты будешь на коне, ты просто будешь успевать ко всему, что он укорачивает. И, возможно, даже сможешь атаковать с этой позиции, а не просто доставать и спасать. Четвертый совет. Подавай и иди к сетке. Это подойдет не каждому, но, тем не менее, уже ты будешь находиться у сетки и не нарвешься на укороченный. Но это подойдет, скорее всего, любителям, которые и так любят играть у сетки. Пятый совет. Используй больше свечек. Именно свечки отодвинут твоего соперника подальше от задней линии, и он будет получать высокие отскоки. А укорачивать качественно, стоя далеко за задней линией и играя в высокой точке, ох, как сложно. Поэтому ты просто-напросто уберешь укороченный из его игры, а значит, он не сможет тебя затем перекинуть. Шестой совет. Играй помощнее. Конечно, если ты будешь закладывать приличные силы по углам, соперник просто в движении не сможет укорачивать качественно. Соответственно, меньше раз тебя затем и перекинет. Но это достаточно сложно выполнить, тем не менее, старайся более плотную игру навязать. Такие соперники именно делают дропшот в ситуации, когда мяч к ним летит мягкий, они заходят в корт, комфортно чувствуют и подставляют мягенько, ручками обрабатывают и кладут под сетку. И последний, седьмой совет. Играй выше над сеткой. Мы не говорим сейчас про свечки. Про свечки, мы уже сказали, это эффективное оружие. А саму нейтральную игру, обычную, тоже постарайся играть с хорошим запасом над сеткой. Это, как мы уже сказали, создаст глубину твоему удару и ему будет не так комфортно укорачивать. Когда ты бьешь очень мощно, но через центр и низко, мяч слишком рано коснется земли, погасит всю свою скорость и долетит к нему слишком мягкий. Он любит это. Не делай. А теперь, чего избегаем? Первое. Если ты все-таки догнал этот укороченный, не оставайся близко у сетки. Сразу возьми небольшой запас от нее, потому что, скорее всего, ты будешь бить смэш. Второе. Не понтуйся, когда ты достаешь этот укороченный. Я знаю, что многие игроки делают красивые финты, подкатываясь на грунте прекрасно к этому мячу. Смотрят, делают фейковый удар, смотрят в одну сторону, уводят удар в другую, тоненько вот так вот над сеточкой. Нет. Максимально эффективно и обычно. И третье. Не показывай свое расстройство ему, что ты как-то некомфортно чувствуешь, когда он применяет эту неприятную тактику против тебя. Постарайся все отбивать, все контролировать и, преследуя все перечисленные выше способы, просто попадай. Тогда у него разладится игра, я тебе обещаю. Он просто начнет нервничать, не понимать, что с тобой делать, раз ты просто щелкаешь его тактику. Вот и все. Увидимся с вами снова на этом канале и пообсуждаем тактику, технику и еще что-нибудь. Пока. Увидимся.